Со своей стороны мы старались, помогали даже с документацией, но тем не менее подрядчик нас подвел. Тимиртауские депутаты посетили два дошкольных учреждения, чтобы ознакомиться с ходом строительных работ. Первым на очереди стал ясли сад Таншалпан, в котором до сих пор не завершился ремонт. По словам избранников народа, объект стал предметом переживаний для местных властей. Большая боль, потому что мы понимаем, что этот объект, как вы сейчас поняли, что сейчас идут процедуры суда, еще затянется. Грубо говоря, детей здесь еще определенные несколько месяцев не будет. Этот объект находится на особом контроле руководства города. Объект должен был быть в сентябре, в октябре не сдан, в ноябре не сдан. И искренне верим, что придет подрядчик добросовестный и доделает устраненные работы. Это процесс юридических организаций. Видимо, будет разыгрываться новый конкурс. Однако представитель подрядной организации, ответственный за ремонт учреждения, убеждает, что проект изначально был разработан неправильно. Тут, вы понимаете, даже было начать, мы не знали, что это, допустим, стяжку, уровень пола, отсюда, выше, ниже. Просто начало было очень тяжелое. Пока это согласовать, что убрать, что не убрать, оно раздолго толку. Нет, у вас, наверное, было время демонтажа же там на самом деле. Мы же когда выходили на участие, вы же видели всю документацию, то есть вам никто не запрещал прийти на объект, сделать оценку и принять для себя решение. Либо мы участвуем, либо, если здесь много, как вы говорите, но, ну, значит, все, извините, мы у вас не участвуем. В настоящее время городской отдел образования подал исковое заявление в суд о принудительном завершении строительно-монтажных работ подрядной организацией. На сегодняшний день выполнено 60% работ. Это строительно-монтажные работы в группах, отделка помещений, покраска стен, установка электричества, отопление, водоснабжение, установили двери, сантехническое оборудование. В некоторых группах уже уложен линолеум. Следующей остановкой депутатов стал коррекционный детский сад АКУ, который, в отличие от предыдущего объекта, был успешно отремонтирован. В рамках дорожной карты занятости на работу было выделено порядка 250 миллионов тенге. В целом ход ремонта здесь двигался нормально. Были, конечно, некоторые отставания у подрядчика. Подрядчик объект сдал не совсем срок, немножко с опозданием. Но в целом ремонт завершен. Все устраивает, дети зашли в детский сад, все работает, все хорошо. Стоит отметить, что ремонт в обоих учреждениях начался еще в прошлом году. Мы счастливы и довольны, что садик стал более современным, с красивым интерьером, с современным сантехническим оборудованием для ребятишек. Тем более в АКУ это ребятишки, которые имеют сложности со зрением. Мы для себя посмотрели, что необходимо обновить мебель в этом садике, необходимо обновить оборудование специализированное. Мы этот вопрос уже поднимаем в течение года. Я думаю, что однозначно этот вопрос мы закроем. Ну и печаль от того, что еще одна организация образования у нас год простоит без приема детей. В настоящее время городской отдел образования судится с подрядчиками, осуществляющими ремонтные работы. В школе номер 11 и детском саде Таншалпан. Основная причина споров – несвоевременная сдача объектов. Эльвира Волгина, Окирке Балкебекова, Максим Ломакин. Новости Тимиртау.